В последнее время болельщики стали уходить со стадионов Англии раньше финального свистка. В то же время было замечено, что очень часто команды стали забивать голы в концовках встреч. Наверное, это для того, чтобы удержать зрителей, а может просто совпадение. Но этот тур подтвердит первую теорию. Итак, в игре Останвилла и Эвертона был гол в компенсированное время. Победа досталась бирмингемцам. Чтобы понять уровень чемпионата Англии, нужно взглянуть на его посещаемость. На эту игру пришло около 42 тысяч зрителей. А Останвилла набирает первый третий очка и впервые за 4 года обыгрывает Ирисок. В субботу Норвич принимал Челси. Опоздавшие фанаты сильно пожалели, ведь уже к 6 минуте команды обменялись голами. Челси проучил новичка дивизиона, а команда Лэмпорда после трех неудач, в том числе и в суперкубке, наконец-то выиграла. Здесь выделяем трех футболистов. Тимо Пуки отметился в третьей игре к ряду. У Фина забито 5 голов. Кроме этого, у него в поединке голевая передача. За Челси второй тур к ряду отметился новичок Мейсон Маунт. Еще один дебютант в составе синих Тэми Абрахам оформил дубль. В поединке Брайтона и Саутгемптона была показана единственная красная карточка в туре. Из собственных наблюдений скажем, что удалений в чемпионатах Англии очень мало. Святые, которые играли в большинстве, лишь во втором тайме сломили сопротивление хозяев поля. Команда набрала первые очки. Один из голов был забит в компенсированное время. Надо сказать и вот про какую вещь. Саутгемптон за последние пять выездов в Брайтон ни разу не проиграл здесь. МЮ принимал аутсайдера турнира Кристал Пэлос, команда которой имела в активе лишь одно очко. Впервые в истории премьеры лиги Кристал Пэлос удалось взять верх над Манчестером Юнайтед, а сыграли они между собой уже 21 встречу. Да, в 1991 году была победа над Эмью со счетом 3-0, но тогда еще премьеры лиги не существовало. Стоит сказать о том, что на 70-й минуте у Решфорда появился шанс реализовать пенальти, однако он его не забил. Манчестер уступил впервые за три месяца. В следующей игре фиксируем еще одну гостевую победу. Шеффилд Юнайтед, который триумфовал в прошлый раз, на этой неделе был бит Лестером. Заметьте, что Лисы еще не проигрывали, а сразились они уже с такими командами, как Вулверхэмптон и Челси. Открыл счет своим мячам, лучший бомбардир команды Варди. Лестер не знает поражений с прошлого сезона. Отвард уже на второй минуте огорчил своих поклонников, когда пропустил от Вестхэма с 11-метрового удара. В итоге Отвард уступил в третьем туре к ряду. При том, что клуб еще не играл с топами. Себастьян Али, возможно вы слышали произношение Халлер, принес победу молотобойцам. Игрок в межсезонье ушел из немецкого клуба Айнтракт. Один из лидеров чемпионата Ливерпуль ждал в гости Арсенал. Лондонцам не удалось продержаться до перерыва, когда был открыт счет. Героем матча все-таки признаем Салаха. У египтянина дубль. Красные увеличили свою беспроигрышную серию в чемпионате страны на легендарном стадионе Энфилд до 42 матчей. Этот отрезок длится 2,5 года. Арсенал не может победить Ливерпуль на протяжении 9 очных встреч. В центральной игре Тура. Бурмут надеялся максимум на ничью с чемпионом страны. Но дубль Агуэра помог Манчестеру Сити крупно обыграть команду хозяев. Отмечаем Дебрёйне. Кевин отдал свою четвертую голевую передачу в сезоне. Стерлинг с учетом товарищеских встреч забивает в шестой игре подряд. А вот Кун Агуэра сделал дубль. Он также как и Стерлинг отличился во всех матчах нового чемпионата. В официальных встречах Манчестер не уступает никому с апреля этого года. Как помним, в Лиге чемпионов они были обыграны Тоттенхэмом. Тоттенхэм сыграл с Ньюкаслом. В первом тайме была замена, желтая карточка и даже гол. Но для поклонников Шпур он был забит в противоположные ворота. Хозяева Тоттенхэм стадиум отыграться не сумели. Ньюкасл впервые в этом сезоне добыл очки. Вулвер Хэмптон, который в Лиге Европы выиграл очередной матч, принимал Бёрли. Эшли Барнс вывел гостей вперед. Футболист забивает в третьей игре к ряду. Кстати, в прошлом сезоне квалификацию в Еврокубках от Англии проходил именно этот клуб. И вновь последние минуты. След поражения в поединке с Бёрли. Чем будет примечательен следующий тур? Саутгемптон 31 августа сыграет с Манчестером Юнайтед. Челси примет Шеффилд Юнайтед. Кристал Пелес, Остонвилла. Лестер, Бормут, Манчестер Сити, Брайтон. Ньюкасл, Уотфорд. Вестхэм, Норвич, Бёрли, Ливерпуль. 1 сентября Эвертон пойдет в школу. То есть сразится с Вулверхэмптоном. Арсенал в центральной игре ждет Тоттенхэм. Пуки и Стерлинг набрали по 5 голов. Не откроем Америку, если скажем, что эти клубы вновь создадут интригу за чемпионство. Арсенал с шестью очками идет за лидерами. На четвертой строчке Лестер. Манчестер Юнайтед расположился на пятом месте. Тоттенхэм прямо за ними. Челси 12-й. Две худшие команды Вулверхэмптон и Уотфорд. Спасибо за внимание. Рекомендую сравнение английского и испанского футбола. Подписывайтесь, ставьте лайк. Услышимся на спортивном.